Сейчас спокойно. После смены власти никаких серьезных инцидентов в столице не зафиксировано. В то же время напряженно остается обстановка в восточных областях Украины и в Крыму. В Харькове Евромайдан отказался от идеи сносить памятник Ленина. Сторонники и противники евроинтеграции остаются на главной площади города. Евромайдан в обл. администрации, антимайдан у подножия памятника Ленину. Все подробности мы узнаем у нашего специального корреспондента Льва Пархоменко. И сейчас мы с нами на прямой связи. Олег, ты слышишь меня? Да, Юля, привет. Расскажи, что у вас сейчас происходит. Да, ну я сейчас нахожусь у здания областной администрации, которая уже, какой, четвертый день захвачена активистами Евромайдана. И здесь, в общем, ситуация несколько заморозилась в том, как она была там последние двое суток. У меня за спиной вы видите, собственно, сторонников Евромайдана, которые заняли само здание. Они митингуют на крыльце обл. администрации. И пока никто не спешит их отсюда выгонять. Кстати, по сравнению со вчерашним днем, здесь почти не осталось полиции, которая обычно ограждала, собственно, Евромайдан. Вот остального города, скажем так. Ну и вот буквально на обратной стороне, сейчас я вам покажу, на обратной стороне вот этой центральной улицы Сумской, видите, стоят люди. Это противники Майдана, то есть антимайдан, скажем так. Вот в таком положении фактически две противоборствующих стороны стоят последние несколько суток. Единственная точка соприкосновения, которая у них есть, это две кричалки. Харьков, Харьков и металлист-чемпион. Все. Это единственное, о чем они могут договориться друг с другом. Все остальное, это крики друг к другу позор, фашисты, гоньба и все прочее. Ну и вот там дальше, в дальнем конце площади, она действительно совершенно гигантских размеров. Это самая большая площадь в Европе, чтобы вы понимали. И вот там, на том конце, стоит гигантский памятник Ленину, под которым, собственно, антимайдан уже в прямом смысле слова. То есть все, что мы привыкли видеть в Киеве, только уже в обратную сторону. Палатки, костры в бочках, еда, медпункты. Идет запись добровольцев в некие группы самообороны, дружинников и прочее. Но, опять же, как я уже сказал, с другим, так сказать, знаком. Не знаю, с плюсом или с минусом. И вот ситуация развивается вот таким образом. Вчера произошло здесь знаменательное событие. Геннадий Кернис, мэр города Харькова, сначала выступил вот здесь вот на площади, за этими людьми здесь, прямо вот тут же поставили сцену. И просто была совершенно комичная ситуация, когда из двух колонок пытались две стороны друг друга перекричать. И Кернис выступил перед своими сторонниками, а потом отправился внутрь администрации. Его пропустили внутрь. Он прошел туда вместе с двумя своими охранниками, которые, надо сказать, в такой ситуации мало чем могли ему в случае чего помочь. И вел переговоры с сторонниками Евромайдана, с теми, кто занял администрацию, пытался с ними о чем-то договориться. В частности, о том, чтобы большая часть людей хотя бы покинула администрацию. Остались там, скажем, как он говорил, около 15-15 человек как-то ее охранять, следить за порядком, что называется. Но так и ничего не удалось, ни о чем договориться. Все закончилось после вполне такого конструктивного разговора. Закончилось криками Керниса в отставку, Кернис вор и так далее. Но тем не менее, пока, к счастью, никаких столкновений нет. В общем, все происходит довольно мирно. Это пока сугубо такое словесное противостояние. Но, с другой стороны, не очень понятно, как из него выходить, как договариваться этим двум сторонам, как они придут к какому-то консенсусу, и как они будут договариваться. Я сегодня разговаривал с Геннадием Кернисом, брал в него интервью. И, в общем, он пока не очень может точно сформулировать, как выйти из этой ситуации. Вопрос о том, например, готов ли он пойти на перевыборы, чтобы, так сказать, подтвердить доверие горожан к себе. Он, соответственно, что пока не готов на это ответить. Но и в целом, тем не менее, надо дать должное Геннадию Кернису, что он максимально призывает, так сказать, сохранять мир и спокойствие. Просто своих сторонников не пытаться нападать на евромайдановцев, и наоборот, то есть максимально попытаться решить этот вопрос парламентским, что называется, образом. Ну и главная, собственно, новость сегодняшнего дня, что сторонники евромайданов все-таки согласились отказаться от идеи о сносе памятника Ленину, который стал таким главным, в прямом смысле этого слова, камнем предкновения. Действительно, все события уличные здесь вокруг развивались именно вокруг памятника. Одни хотят его снести, другие хотят его сохранить. И, собственно, идея в том, что теперь, по всей видимости, все-таки решено вынести этот вопрос на голосование городского совета или областного совета, и уже вот таким более цивилизованным, привычным путем решить вопрос о дальнейшей судьбе самого большого на Украине памятника Ленину. Но, действительно, даже если евромайдановцы решили бы сносить его таким авральным способом, я с трудом себе представляю, как им это удалось бы сделать с помощью такой специальной техники. Юлия Дима. Спасибо, Лев. Это был Лев Пархоменко из города Харькова, где, тем не менее, слышалось, как мы отчетливо слышали в эфире, украинская речь. Поскольку там есть Майдан и антимайдан, и революция в городе Харькове не победила, в отличие от Киева, по крайней мере, на эту минуту. Продолжение следует...